Алоха, друзья! Сегодня я расскажу про замечательную программу, которая помогает изменить любую клавишу на вашей клавиатуре. Ну, на ту, которая вам необходима. Ну, для примера, я давно хотел заменить клавишу Fn на Ctrl. Ну, Ctrl стоял обычно с краю. Это и на Windows клавиатурах, и на полноразмерных Apple-овских клавиатурах, на укороченных, и на MacBook. Клавиша Ctrl стоит после Fn. Fn, то есть сбоку. А как вы знаете, по умолчанию Spotlight вызывается сочетанием клавиш Ctrl-пробел. Вот сейчас я нажал Ctrl-пробел, хотя раньше на этом месте находилась клавиатура Fn. Я их даже физически переставил. Как же я это сделал? А сделал я это с помощью программы под названием Carabiner. Не знаю, почему такое название. В общем, хотя подходит. После установки она отлично селится в статус баре. И, в принципе, позволяет здесь только выбрать профили. Ну, точнее, для чего-то там висит. И показать, что она работает. Программа, к сожалению, или к счастью, полностью на английском. Но даже такого базового английского достаточно для того, чтобы в ней разобраться. Есть несколько вкладок. Основная здесь идет это Change Cake, то есть изменения. Работает поиск, если вам нужен. Там Ctrl-пробел какой-то определенный подскажет. Все, что связано с Ctrl-пробелом. Плюс здесь работают различные сочетания клавиш. Не только. Можно отдельно для каждой программы это все сделать. Для какой-то определенный, например, для работы с терминалом или еще что-то. Вот, например, вот у меня отмечены то, что я поменял. То есть, Ctrl я поменял на Delete. Это удобно. Знаете, когда не нужно тянуться, Command и Space, чтобы удалить файл. А тут все, рядышком, хоп-хоп. Ctrl-Delete, все. А я поменял на Ctrl. Также я поставил, чтобы у меня запускался iTunes по двойному нажатию по клавише воспроизведения. Здесь очень много настроек. Я всех не буду показывать. Вот, кастомные шорткаты. Hold Command and Queue. То есть, для того, чтобы как раньше Command-Q, приложение закрывалось. Теперь для того, чтобы закрыть приложение, если поставить это, нужно зажать и подержать Command-Q. По-моему, логично, чтобы случайно не нажать. Так, следующая вкладка Параметры. Здесь, в принципе, ничего такого особенного. Но кому-то, возможно, нужны разодержки в мельсекундах, тайм-ауты для различных сочетаний. Потому что работают сочетания как с двойным тапом, так и с зажатием. Ох, в общем, целый ужас. Key Repeat. Здесь вообще ничего практически интересного. Повтор клавиш тоже в милисекундах. Status Message. Кстати, вот тоже до сих пор непонятно. Но, видать, это когда... Потому что можно отключить для определенной программы тоже карабинер. И свой профайл поставить для каждой программы. Вот, где будет указываться размер шрифта. Но я поставил все-таки large. Так получше будет прозрачность. Да, хотя бы так. Дальше тут профайл. Вот здесь очень интересно. Можно, кстати, чтобы имя профайла было в статус-баре. Я его называю статус-бар, хоть по привычке с Windows. Каждый профайл можно менять, как вам удобно. Ну, здесь уведомления какие-то. Когда... А, понятно для чего. И последняя вкладка. Ну, такой больше программы. Перейти на сайт разработчика. Программа-то бесплатная. Вот. Вот она. Устанавливается. Работает для 10.11, 10.10, 10.9. Предыдущие версии для прошлых версий систем. Это, кстати, тавтология. Здесь же обновление. Можно, кстати, обновляться до беток. Помимо этого, я еще, кстати, не совсем разобрался. Launch Event Viewer. Смотрите. Я нажимаю здесь. Видите? Он показывает, что я делаю, что я нажимаю. Не знаю, для чего это, но, видимо, что-то там показывает, что у вас работает. Так же приложения. Какие девайсы доступные. И... Ой, короче. Черт ногу сломит. Программа замечательная. Если учесть, что она бесплатная. Советую даже продонатить разработчика. Потому что молодец, чувак. Молодец. Русский бы еще перевести. Хотя, зачем. В общем, ссылка будет в описании. Кому надо. В общем, must have, ребята. Must have. Все, спасибо за просмотр. Покедова.